Друзья, всем привет! Я тут подумал, что не делал для вас сравнение именно лоб-в-лоб HyperOS 1.0 против HyperOS 1.1. В сегодняшнем видеоролике у нас принимают участие аппараты, которые могут позволить сделать это сравнение. И я вам наглядно покажу, что же компания Xiaomi хотела сделать этим очередным обновлением. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. У меня сейчас в реке два актуальных смартфона за 2024 год. Это Poco F6 и Xiaomi 14. И вот получается на Xiaomi 14 у нас конечно же установлена версия 1.1.2.0 бета. Да, это глобальная прошивка, но в статусе бета. А на Poco F6 установлена у нас обычная HyperOS 1.0 с текущими патчами и тому подобным. И вот многие задаются вопросом, что же такого кардинального надо было поменять, дабы выпускать эту самую HyperOS 1.1. Первое, что конечно же наверное вам бросится в глаза, это разница по настройкам. То есть если в 1.1, посмотрите, у нас идет разделение по самим разделам и между ними есть такая серая подложка, то в HyperOS 1.0 такого нет и у нас все шло именно таким сплошным фоном. Честно, мне это не нравилось, потому что хотелось действительно какой-то дифференциации. Ну и здесь вот как бы в 1.1 разработчики это добавляют. Это у нас просматривается абсолютно везде по системе, будь то там допустим раздел о телефоне, будь то это раздел еще где-нибудь там какой-нибудь, допустим другие настройки, ну и тому подобное. То есть везде разработчики все это добро перерисовали. Ну и плюс, как вы еще можете заметить, шрифт стал немножко толще. То есть в настройках я с ним дополнительно не игрался, это все дело по умолчанию. То есть вот смотрите, настройки у нас тут допустим чуть тоньше, тут наоборот чуть толще это все будет выглядеть. Ну немножечко вот в плане визуала они поработали. Следующее важное такое заменение, это конечно же переход на 15 андроид. Если же здесь у нас конечно же 14 андроид, там со всеми приколюхами и т.д. и т.п. То здесь мы конечно же получаем уже андроид 15. И это конечно же для многих было таким большим ожиданием. Многие хотели именно попробовать 15 андроид на своем сяоми. Но важно понимать, что этот 15 андроид это ну не совсем как бы его стабильная версия. Недавно компания Google начала на свои пиксели стабильные прошивки выпускать под управлением андроид 15. И вот в сяоми я думаю, что в ближайшее время так же вот эту бетку до нормального состояния обновят. Следующее, что проявляется из интересного в HyperOS 1.1 по сравнению с 1.0, это улучшенные настройки Bluetooth. Вот допустим у нас есть какого-нибудь устройства, к которому мы можем подключиться. Ну допустим там Redmi Buds 3 Pro я случайно выбрал, пускай это не будет тот вариант. Но нас будет интересовать вот допустим данная колонка. А если мы сделаем то же самое действие на Покафоне, тут мы с вами выберем Xiaomi 14, я сейчас подконнектился. То можно заметить важное такое отличие. В 1.1 мы можем с вами выбирать тип нашего устройства. Допустим я подключил колонку и соответственно я здесь могу выбрать либо наушники, либо динамик, либо еще что-то. Если же мы возвращаем HyperOS 1.1, то такой дополнительной опции у нас с вами нет. Вы меня спросите для чего она, для более корректного понимания аппаратом, что мы с вами подключили. Также еще бытует мнение, что смартфон может там еще какие-нибудь настройки дополнительные подтягивать для лучшего звучания, как вариант. Опять же на практике я такого не замечал, но такая вот информация как бы у нас витает в интернете. Далее, что еще появляется из интересного по возможностям в HyperOS 1.1. Все так же расширенные настройки в Bluetooth. И тут мы с вами наблюдаем такой раздел, который у нас называется как трансляция звука. И выглядит он следующим образом. Опять же, я не берусь утверждать, что это именно только на Xiaomi 14 данная фишка есть, но на том же Poco F6 с обычной HyperOS 1.0 такого нет. Как эта опция работает, вы подключаете Bluetooth, подключаете там устройства, которые находятся рядом, и можете на них транслировать свое звучание. Там YouTube, Spotify, там еще чего-то. То есть такие возможности, которых раньше не было в оболочке, и вот разработчики их добавляют. Еще немаловажно, что еще по сравнению с HyperOS 1.0 случилось, это конечно же улучшение у нас работоспособности аппарата. Вы можете также заметить, как в целом все так быстренько открывается, что никаких особых таких подвисаний, подлагиваний и багов также не встречается. Папки открываются корректно, и между приложениями все у нас переходит максимально быстро. И также, что немаловажно, еще и плавно. Это наблюдается практически в каждом приложении, хоть это стоковое, хоть это не стоковое. Но действительно хочу отметить, что вот в плане оптимизации того, как разработчики это заявляли, ну они поработали. Хотелось бы, чтобы еще они допиливали всю эту историю, но пока что то, что есть, с тем мы с вами и работаем. Кстати говоря, кому интересно, то в списке изменений они также писали, что у нас появляется с вами оптимизация там всевозможных анимаций, улучшенная логика, открытие приложения, анимация, ну и тому подобного. И в принципе, по сравнению с той же HyperOS 1.0, они в этом вопросе не подкачали. Еще из такого прямого сравнения, что разработчики делают, это, конечно же, обновляют кучу стоковых приложений. В HyperOS 1.1 версии отличаются, нежели у нас в HyperOS 1.0. Но если мы вот, к примеру, с вами ставим эти все приложения на 1.0, то получаем в той же батарее, допустим, интересные разделы. Вот как минимум параметры зарядки. Если тут у нас с вами можно активировать пониженную зарядку и максимальную зарядку, то на Xiaomi 14 мы с вами в параметре зарядки заходим, открываем и лишь только видим максимальную скорость. И все. Больше ничего мы тут с вами не получаем. Возможно, это какой-то скам или же это как бы разница просто в каких-то фишках по умолчанию, вот именно с завода. Но как бы-то разработчики нам кидают вот такую подставу. А по всему остальному ничего сверх такого мы с вами не наблюдаем. Да, конечно, разработчики еще кинули небольшой такой скам в плане того, что не добавили более расширенную информацию о батарее. Я имею ввиду, конечно же, в HyperOS 1.1. Там как бы-то обещали, что добавят количество циклов в вашей батарее, сколько ее емкость реальная. Но пока что это у нас не случилось. Далее, что еще из интересного в HyperOS 1.1 появляется? Это такой вот раздел под названием безопасное или здоровое использование устройства. То есть этот раздел, который вам показывает, сколько вы пользуетесь конкретным приложением. То есть это некий такой аналог у нас экранного времени. Вы тут, конечно же, можете выставлять очень гибко, сколько с тем или иным приложением вам стоит работать. Какой суточный лимит выставлять. Когда там, допустим, будет блокироваться доступ к какому-то приложению. Одним словом, эта тема очень удобная. И ее вот реализовали в HyperOS 1.1. И последнее такое важное изменение, которое касается камеры. Вы сейчас можете заметить в прямом сравнении двух этих смартфонов. Вот, допустим, у нас пока в шестом есть три переключения объектива 0.6, 1 и 2. Если же мы с вами берем, допустим, Xiaomi 14, то тут мы с вами наблюдаем уже четыре переключателя. Хотя по умолчанию их было также три. То есть у нас 0.6, 1, 2 и 3, 2. Да, разработчики нам это добавляют, видимо, специально, чтобы как бы-то улучшить фото возможности этого смартфона. Если мы еще, кстати, дополнительно нажмем вот так, получаем интересный такой ползунок. Да, это раньше было, но, опять же, поскольку я особо не клацаю между всеми этими объективами, для меня, ну, в некой степени это было очень интересно посмотреть на данный вот переключатель и как это все дело было реализовано. Что же, друзья, вот такое получилось у нас прямое сравнение этих двух прошивок. Я вот, поиспользовав HyperOS 1.1, могу сказать, что да, есть улучшение и некий такой шаг вперед по той же оптимизации, по быстродействию, есть шаг вперед в плане закрытия известных багов, там еще, я помню, были проблемы со шторкой, многие жаловались, что она неправильно как-то открывалась, несколько было корявой анимации выхода из токовых приложений, когда также анимация закрытия приложения не проявлялась. Все это как бы-то разработчики знают, но не особо быстро спешат исправлять. И вот именно поэтому, видимо, они решили выпустить ту самую HyperOS 1.1, чтобы показать, насколько они работают, ну, или же, в принципе, сделать видимость работы. Опять же, я не могу сказать, что получилось прям очень плохо, или же Xiaomi в своем репертуаре, но хотелось бы что-то увидеть более поинтереснее. Ведь прошел почти год, а уже даже больше года с момента релиза HyperOS 1.0, и вот только сейчас они нам выкатывают 1.1, и то как бы к ней есть некоторые вопросы. Ждем мы, конечно же, с вами HyperOS 2.0, которая должна вот в ближайшее время там либо анонсироваться, либо хотя бы о ней что-то расскажут, потому как уже действительно разработчики затягивают время с ее анонсом и публикацией, а, как говорится, время-то утекает, и нужно исправлять то, что есть на сегодняшний день, и привлекать новых покупателей. Ну, а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»